Теневые стороны влюблённости. Так звучит тема, о которой мы сегодня будем общаться с нашим экспертом Оксаной Анищенко. А за кадром мы девочками уже чуть-чуть это обсудили. И, казалось бы, за романтичной формулировкой «теневые стороны» скрывается что-то не очень хорошее. Так ли это, Оксана? Здравствуйте. Доброе утро. Ну да, это же про тень. Да, значит, там есть какие-то тайные смыслы. И, конечно, есть два понятия – любовь и влюблённость. И это категорически разные понятия, потому что для любви, для формирования этого чувства нужно время. Тогда, когда ты какое-то время с партнёром, у тебя уходят шоры, ты уже начинаешься по-другому, да, более так реально на него смотреть. И там уже всё, и ограничения, и его плюсы, и так далее, и так далее. Ты уже либо смиряешься, либо нет. Но это уже про любовь, да. А про влюблённость – это немножко про другое. Мы сейчас про это поговорим, даже экспериментируем. Может быть, вы даже знаете этот эксперимент. Ну вот посмотрим. Был такой исторический военный деятель, хан Батый. Он, когда набирал в себе в армию солдат, он устраивал им такую вот задачку. Подождите, солдаты, влюблённость? Да. Хан Батый. С какую сторону мы движемся? Да, он говорил, что если ты разгадаешь то, что я тебе загадаю, я тебе жену, коня... Свою! Коня своего! Полударство! И дом. А если не угадаешь, то голову с плеч. Ну вот ни то, ни другое я вам не обещаю, но задачку вам... Так себе выбор, конечно. Задачку загадаю. Значит, я буду показывать вам ручками цифры, а вам нужно в этом увидеть какую-то логику. Готовы? Да. Да. Интересно. Значит, это цифра 1. Ты видишь 1? А, вот, да, я увидела 1. Так. Это цифра 2. Угу. Антон, угадал? Это цифра 5. Да. Угу. Антон, какая это цифра? Это цифра 10. 10. Правильно. Так, а теперь для всех остальных и меня, в том числе. Это цифра 7. 8. Это 8, да. Это 8. Ты угадал или ты понял логику? Конечно, я понял логику. Расскажи нам, в чем логика. Давайте еще какую-то. Есть такое, Екатерина, выражение «за деревьями не видим леса». Знаете такое выражение? Да. Оно о чем? Ну, вот я не могу понять связь этого выражения с тем, что мы видим сейчас. Не могу оторваться от разгадывания логики. Мне тоже хочется ее самой понять. Это когда мы смотрим на дерево, да, и не видим лес, да? Угу. Это цифра? 2. 2, да. Все правильно. Давайте тогда я... То есть, переводя на влюбленность, когда мы очень сосредоточены... Нет, 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 Кать, ты давай. Ответ, нет. Что? Смотрите, Кать. Вот это какая цифра. Это же очень интересно. Когда мы сосредоточены на одном человеке, мы не видим все, что у нас есть. Даже не на одном человеке. Когда мы сосредоточены на чем-то в человеке, мы не видим самого человека. Вот сейчас вот это самое происходит с вами здесь. Да. Вот это цифра 1, посмотрите внимательно. Когда я говорила про задачку, я говорила, я буду показывать ручками цифры, и вам нужно увидеть в этом логику. Цифра. Вот эта цифра у нас... 2. 2, конечно. Надо перестать быть влюбленной в работу в том числе, и тогда лес мне будет виден лучше. Да, да, да. И эта задачка, она очень хорошо отражает суть влюбленности, да, потому что когда мы влюблены, у нас возникает очень много ожиданий по отношению к нашему партнеру. Это какие? Он внешне, внутренне, физически, материально, на сексуальном уровне, да, там, на духовном должен соответствовать мне, ну, еще его до конца жизни пообещать быть рядом со мной. То есть если вот это все, то я буду с ним. И так как нам очень сильно хочется, чтобы у него это все было, мы на него начинаем эти ожидания одевать, да, и если даже он не соответствует, мы начинаем что делать? Вот подгонять его туда, да, либо какими-то своими иллюзиями подгонять, да, там, представляя, что вот через время или вот, ну, нет, он все-таки делает, ну, как-то это по-другому, да, шифрует, вот. Либо мы начинаем ему это транслировать, транслировать свои ожидания, что вот мы хотим, чтобы ты мне это давал, да. А потом спрашивать, что мне это не дал. Да, да. И самое интересное, даже если наш возлюбленный говорит нам о том, что он ограничен в чем-то, да, ну, то есть по-честному признается, что здесь у меня есть ограничения, мы как будто бы этого не слышим, да, и боремся с ним за то, чтобы он нам это давал, хотя человек может по-честному говорить, у меня этой компетенции просто нет, да. И когда мы переходим в стадию любви, мы уже приходим к тому, что мы готовы слышать о том, что у человека есть такие ограничения, и уже, ну, так, более-менее реально внутри себя договариваемся, готовы мы с этими ограничениями, да, жить с этим человеком, или это для нас настолько категорически, что мы не готовы дальше идти в эти отношения. А возможно, еще на стадии влюбленности все-таки себе эти шторы снимать, за шторкой смотреть, что же там спрятано у человека, и как-то трезво к нему подходить, либо эмоциональный фон никуда не денется? У нас такой коктейль гормональный, да, столько эмоций и чувств. Его же не отменить. Это очень здорово на самом деле, потому что они нас заставляют опять и опять идти в контакт с человеком, то есть если бы мы на первом этапе смотрели бы на него реально, наверное, мы бы, ну, вот просто от всех подряд отходили, потому что все равно в человеке есть какие-то ограничения. И вот пока у нас есть вот эти все внутренние переживания, мы как-то привыкаем к человеку, мы как-то свыкаемся с его ограничениями, да, и даже как-то внутри себя смотрим, а чем можно было бы это заменить. И это на самом деле очень здорово, что благодаря вот этим чувствам, которые нас притягивают к человеку, да, мы можем эти отношения как-то сонастроить для того, чтобы дальше двигаться, потому что иначе у нас бы очень много бы пар не состоялось. Такая хитрушка природа, чтобы ты сразу не отошел от человека, а на тебе гормональный удар в голову. Гормональный удар в голову. На эту фразе, наверное, можно уже заканчивать. Или в сердце. По-разному бывает. Ну, можно постараться все-таки за деревьями этот лес увидеть, да, зная о том, что он все-таки там есть. Главное, наверное, не уходить в крайности, что в одном, что в другом направлении. Если ты совсем будешь не видеть очевидного. Очень адекватно, да. Или наоборот, да, то все будет очень грустно в отношениях, да. Спасибо большое. Оксана Онищенко была сегодня у нас в гостях. Мы поговорили про теневые стороны влюбленности. Пересмотрите потом этот эфир. Если вы сейчас суть не смогли уловить, пересмотрите несколько раз, и тогда все уже поймете и будете это в своей жизни использовать. У нас в группе ВКонтакте скоро этот эфир появится. ПОДПИШИСЬ!